Привет! Мы в Центральном районе библиотеки в Тевризе. Сегодня мы завезли книги. Елена Николаевна Завьялова попросила передать для сгоревшей библиотеки в деревне Тайчи. Нам сказали подвезти книжки в Тевриз, чтобы на них поставили печать и зарегистрировали, как вошедшие в районный фонд книжный, так я понимаю. Здравствуйте! Здравствуйте! Так, можете сделать предложение для СМИ, для тех, кто сдаёт книги? То есть, как это будет всё происходить? Ну, на сегодняшний день у нас Тайчинская библиотека сгорела, сгорел фонд более 8 тысяч экземпляров. И сейчас мы принимаем в ДАК и потом обрабатываем всю литературу, ставим её на учёт, потому что ущерб составил около 200 тысяч рублей, сгоревшие литературы. Мы ставим на учёт, обрабатываем и будем комплектовать библиотеку, потому что решается вопрос о здании. Буквально вот на неделе на той будет решён вопрос, чтобы нам не только книги, но нам нужна ещё мебель. У нас сгорело всё. То есть, мебели с бюджета пока нет? Нет, нет такой возможности что-то нам купить. И как бы у нас стоит такой вопрос, может кто-то, какой-то спонсор пожертвует и закажет нам эту мебель здесь в Тивризе, чтобы мы изготовили какие-то стеллажи, кафедру для выдачи книг, столы для читателей, стулья. Вот такая вот как бы у нас проблема на сегодня. Хорошо. А вы контакты можете назвать какие-то? Да. Наша электронная почта. Тивриз, внешнее подчёркивание, mbs.sobaka.mail.ru. Телефон 8381-54-213-43. Тивризская центральная районная библиотека. Также можно найти наш сайт в интернете. Просто набрать Тивризская центральная районная библиотека. И у нас там обращение есть. И куда обратиться, по каким контактам. Хорошо. Ну вот книжки я покажу, которые мы подвезли. Елена Николаевна Завьяловна, русскую литературу передала 19-20 века и часть детской литературы, насколько я помню. Можно литературу даже на родном татарском языке, потому что у нас был небольшой фон именно на родном языке. Ну на татарском языке. Детская литература. Давайте сейчас, смотрите, мы сейчас книжки привезли, но мы привезли новые книжки, которые нам в федеральной автономии татар прислали. Мы сейчас подарим по татарскому центру. А следующий наш приезд мы вам также соберем, все книжки, которые есть в комплект, и подарим в библиотеку, которые сюда втащили. Хорошо? Да. Ну, библиотека, конечно, нуждается и в справочной литературе, и в литературе по искусству, по культуре, по спорту, в детской литературе. Может, у кого-то есть сборник такой справочной литературы, многотомник был «Я познаю мир». Да, в 90-х выпускался. Мы им пользуемся, он востребован, потому что не все у нас в деревнях имеют доступ к сети интернет, а дети пишут сейчас же доклады в основном. И, как бы, вот это вот у нас... Ну, всем миром будем стараться. Беда одна. У нас же, как издревле было, если какая-то беда, мы, несмотря ни на что, собирались вместе, где-то мы противостояли, сопоставили. А где-то помогали нам, правильно? Да, да. Посмотрите немножко нашу библиотеку, мы это вот... Мы побежим на самом деле. Буквально минутка. Это вот наш, как бы, компьютерный зал. Это мой кабинет. Здесь я работаю, оказываю платные услуги здесь. Пойдемте. Вот тут у нас, как бы, интернету бесплатный. Только работа на компьютере. Это читальный зал наш, которым я загорелась здесь сделать для молодежи такой вот центр. Но это ближе, может быть, в зиме, потому что проект написан в небольшом, как бы, финансировании у нас средств нужно. Это взрослая моя библиотека. Здесь у нас абонемент, в который у нас, как бы, здесь читатели входят. У нас востребован этот зал, как бы... Это зал взрослой. Да, взрослая библиотека. Также у нас имеется зал для массовых мероприятий, который не только мы работаем, но и у нас, как бы, его иногда просят поработать в этом зале. Такой на 50 мест. Нам в свое время подарили стулья совет депутатов и делил деньги. Мы купили такие вот, как бы, стульчики. Здесь мы все своими руками делаем, ремонтируем, как бы. У вас даже совет депутатов сами изыскывают средства из... Ну, ходили вот уже, вот так вот, и уже, по-видимому, мы им надоели, они нам выделили деньги. Вот такой зал. Ну, кстати, интересная практика. Я просто сам еще и раздепутал на вашей части. А, ну, вам же, понимаете, вам же дают какие-то средства небольшие, это... Небольшие, да. Да. Совсем небольшие. Совсем небольшие, но вот они небольшие. Это, в принципе, хороший пример. Да, да, это вот, как бы, пример, который я сейчас, я хочу с предложением создать. Вот здесь вот у нас лестница, это на второй этаж, у нас детская библиотека, вот посмотрите. У нас девушка была художник, но она сейчас в отделе культуры работает. Да, это вот она сделала... Поднимись немножко, буквально. Сейчас посмотрим. Это сделала с пеной, там каркас, а это пеной. Здесь у нас, конечно, двери аховские были. Очень, знаете, от разных, когда именно в сибирской глубинке люди подходят с душой настолько профессионально, что... Ну, она вот как художник... Это дорогого стоя, в плане того, что вот такое оформление именно сельской библиотеки. Да. И вот посмотрите, двери, двери расхлябанные, расколбанные были в наши, как бы, кабинеты. Ну, слушай, что она сделала. Тут как в сказке все. Вообще умничка, как бы девочка, детская библиотека. Да, классно сделала. В Омске такая атмосфера в театре кукол. Да, да. Вот это авониен детской библиотеки. Детской библиотеки, вот как бы тут ее тоже это все творение, ее рук. Вот они такие зеленые, такие обшарпанные. Здесь стихо, вообще никуда шли. Такие двери были. Денег нет. И, как бы, ну вот, вот так вот, как бы, на читальный зал я вам показать не могу, там, закрыть. Хорошо. Мы тогда в этом направлении будем с вами сотрудничать. Сейчас мы еще вот... Ну, вот знаете, вот желательно, конечно, где-то я говорю, господи, ну вот, пожалуйста, вот кому-то он не нужен, журнальный столик будет. Вот у нас, вот видите, мы тоже малым обходимся. Конечно, сейчас современные кафедры очень красивые, их заказать можно для выдачи книг, это хоть как в библиотеке надо. Стульчики хоть как это надо. Может, где-то вот какие-то стеллажи вот такие, где-то может в какой-то библиотеке, в каком-то, я не знаю, офисе, они могут стоять где-то на складах. Потому что это все, понимаете, с нуля. Может, знаешь, даже посмотреть, допустим, в Авито, может быть, кто-то просто говорит, приедьте и заберите. Бывает, как мы в Омске или в районах поближе. Да, да, они прямо говорят, приедьте и заберите. И вот представьте, компьютер поставить, компьютер поставить, столика компьютерного нет. Да, понятно, сколько рабочее место надо создать. Да, да, да. Хорошо. Спасибо. Наша вот такая библиотека.